всем привет меня зовут рома это канал будни удмурта я короче здесь показываю где работаю что делаю сколько зарабатываю ну и показываю просто свою жизнь если вам интересно поставьте лайк сделайте репост и поставьте комментарий буду очень благодарен пока записывал вам видео мне позвонил логист вот сейчас будет маленькая секундочка милости спросила роман у вас все хорошо и груда но если что мы ждем вас на загрузке все ребята которые работают водителями на фурах на малогабаритных машинах все меня поймут это с какой-то стороны даже неудобно когда тебе звонит логиста спрашивают как у тебя дела потому что такого нет какой-то страны спасибо вам логист который наверное смотрит мой канал просто приятно я хотел с вами поделиться спросила как два водителя который приедет на загрузку многие наверное спросит меня куда я еду я вам скажу я еду на склад деловых линий на белые столбы сейчас я нахожусь на м4 спускаюсь заезжаю беру груз еду на склад также деловых линий который называется склад валищево там оставляю груз и после этого отправляюсь домой вроде как на этом складе я уже не первый раз но каждый раз я подлечаю шлакбауму чтобы заехать тут какая-то всегда проблема либо меня нет списках либо просто машины такой нет сейчас посмотрим попытаем удачу вот такой груз у меня сегодня 1 2 3 4 5 6 7 8 8 пачек есть вот тем не нравится вот эти рейсы маленькие тем что мне осталось 2 2 склада до места выгрузки 10 минуты я вот выгружусь и поеду сразу домой я подъехал к этому складу ко второму на валищево здесь еще так странно можно простоять вот в колонне вот в такой не знаю о том то что машина просто стоит заведенная а на самом деле здесь идет очередь к заезду на этот склад и вот таким вот образом поворотниками водители предупреждают что он сейчас будет поворачивать на этот склад деловых линий сделаем тоже так же так ну что я подъехал на ворота и проблема была такая что я забыл какие ворота у меня я подъезжаю ворота получается к не своим воротам и там стоит фура и здесь проходят охранники я говорю а меня точно на эти ворота поставили он говорит нет езжай на 93 всем доброе утро это следующий день сегодня мою машину заказала компания которая занимается шинами сейчас время 6 утра я отправляюсь на загрузку загрузка находится окра окра колок города подольск не грузит всегда много я знаю что они грузят меня всегда то потолка прям под завязку сегодня проснулся чувствую себя хорошо но понимаю что сегодня у меня сложный рейс то есть я сегодня гружусь в подольске после этого я отправляюсь балашиху после этого я отправляюсь в электростань и после этого я отправляюсь обратно в подольск будет интересно заезжаю город подольск сейчас будет камера на 60 при въезде многие знают кто живет либо ездит около этого места погода хорошая сегодня по моему даже вообще тучи нет никакой сейчас припаркуемся наверно с левой стороны чтобы не мешать по моему заспанному виду наверное понятно что прошло не 10 прошло не 10 минут на загрузке а прошло полтора часа я хочу сказать одно что во первых там какой-то сквозь системы мат перемат что-то какой-то ажиотаж долго отдаю документы второе давно меня так не бесили люди которые вот просто упертые бараны которые не уважают других людей заехала машина на склад я так понимаю там какой-то прораб подходит машине открывает ворота водитель выходит и прораб нам кладовщик ли он начинает там сверять документы я говорю мужики можно я проеду проеду просто метр-метр-два просто до шлагбаума на выезд говорит нет объезжай чтобы вы понимали но обещать но я не знаю там достаточно много как будто плен не здесь два метра проехать ну просто от машину поставили прямо на дороге не влево не вправо и этот кладовщик я по-другому не могу сказать мудак он говорит нет я здесь решаю кто куда едет честно говоря я просто немножко вспылил я говорю на мне похрен кто ты честно для меня то вообще никто я тебя просто попрошу человече человечески проехать вот здесь просто за тобой шлагбаум он говорит нет объезжай ты чё типа ну ну ты можешь просто войти в положение мне мне все равно ну там слова за слово и я понял что но какое величаво был я здесь мешаю я здесь закон нет ты мне вообще никто неотъемлемая часть этого всего беспорядка на дороге это пробки то есть сегодня тоже так же я буду стоять в пробках красавчик если что если его вот смотрите наконец-то я заехал в балашиху спустя два с половиной часа я здесь пробки делают дороги очень много аварий все готовятся к первому сентября все по плану миг и ты с насыщенной трассы в спальном районе где нет людей где нет никакого потока или щелчок ты из спального района оказываешься просто на магистрали где просто все что только нло нет но я вам скажу больше я и здесь стою ну вот что и загрузили ко мне в балашке чтобы я отправил это все опять подольск это получается старые аккумуляторы и чьи-то шины расчетное время в пути изменено найден более быстрый маршрут немного голодный поэтому я сейчас еще кафешку ты не будешь кафешку кафешку нормально я уже начал говорить кафе кофейню вот и хочу пообедать ехать нам где-то еще минут 50 но из-за наших замечательных пробок это может продлиться еще дольше то есть радар Would you like to hear that а парень который между городами ездит на велосипеде доставляя посылки еду через яндекс но но я вам больше скажу что я сейчас взял очень вкусные булочки сейчас меня будут выгружать а я буду что делать конечно обедать как мы загрузились сейчас едем обратно на подольск уже обратно домой не могу понять короче сейчас вам расскажу еду и у меня получается с левой стороны с водительского колеса какой-то прям вот такой вот звук я раз остановился притормозил он сильнее сильнее я думаю что происходит и в итоге сейчас я посмотрел ничего вроде нормально все хорошо с колесами но проблема была не у меня проблема была у другого водителя оказывается это просто у него что-то слетело звук отталкивался и отталкивался получается ну как-то искажение короче звука произошло и вот только он свернул сейчас вот с дороги все звука как не было так и нет кстати вот так выглядит трасса по которой ездил сегодня ночью вот она такая замечательная ничего особенного да просто обычная дорога только при свете взял кофейку зашел на заправку спросил можно кофе да можно 220 рублей я говорю я вот на вашей заправке как-то покупал скидочную карту что за скидочная карта я говорю не знаю вот такую вот скидочную карту купил но грубо говоря в я просто повелся на акцию там тысячу рублей она говорит приносите я хочу посмотреть я приношу а это оказывается карта на десять бесплатных чашек кофе я говорю вау давайте давайте я согласен а вам какое flat white это покрепче капучино это с молоком и начала перечислять мне какие виды кофе есть я говорю спасибо большое я знаю давайте капучино вот наконец-то я доехал ура спустя почти три часа наконец-то здесь прям как на кладбище вороны летают тишина лес отдал документы сейчас жду звонка будут приглашать на разгрузку не все так просто да уж пока вы смотрите блок в такой домашней атмосфере я хочу вам порекомендовать эксперт парк если вы ищете достойный серьезный парк для работы кто эксперт парк вам точно подойдет когда-то сам работал в этом парке могу сказать то что ребята очень серьезно относятся к своему делу если есть какие-то недочеты они сразу же исправляют что нужно запомнить ребята работают по всей россии подключают вас через яндекс такси и яндекс доставку комиссию не 50 рублей в сутки автовыплаты ежедневно без задержек у них есть четыре вида момента какой тебе способ подойдет такой ты и выберешь самое главное они еще и подключают самозанятых и через сети модуль если вас заинтересовал эксперт парк то вы можете перейти по ссылке в описании зайти посмотреть все связаться с поддержкой которая работает круглосуточно и работать все продолжать смотреть вот короче не знаю походу у них пересминка жесть вот я попал у меня так я прям расцвел мой нос он просто не дышит и сейчас я заезжаю на склад надеюсь что сегодня мне повезет и шлагбаум откроется будет никаких проблем как всегда кстати можете не обращать на мой цвет лица она у меня сгорела потому что сегодня погода была жесткой ого ничего себе меня тоже так же быстро пустили это не может не радовать надеюсь что меня быстро также загрузит честно я очень сейчас поникшу потому что во первых заболел такое прям вялое состояние состояние и но я почти уже целый день работаю мне как бы это все в кайф но силы покидают смотрят по документации и ставят на ворота после какой-то из этих фур я поеду на проверку сегодня у меня необычный груз это не то что экспресс не то что авиа это прям полноценно нормальный груз нормально там еще внутри коробки стук 8 не ну в этот раз меня очень долго прям грузили получается целый час я просто находился на воротах потом меня переставить на другие ворота и все ну вот только я мог так упасть перезагружается какая-то система я просто стою и жду когда меня выпустят через эти ворота же все происходило просто пробка на складе из-за системы которая не работает все стоят все злые мат беремат кстати сегодня это любимая моя фраза на любом складе где бы я сегодня не был везде какая-то билиберда но что не сказал охранник это все из-за полнолуния полнолуния вчера вот здесь была большая яма сегодня залатали это круто назначили ворота но здесь стояла телега максимум через минуту подъехала машина и вот сейчас телегу забирают освобождают для меня ворот пункт よろしく подходит человек а это сегодня же с под конец вечера но я не переживаю нормально должно работать это прям реально за морочками работа плюс еще у меня от настор Heb льет как из ведра прям реально все встал сейчас буду ждать когда будет выгружать просто еще посмотрите на моих воротах какие-то полеты ладно будем ждать тогда удивительно меня начали выгружать спустя две минуты это круто все так ну что на часах 4 утра я возвращаюсь домой сегодня у меня был сложный день насыщенный я побывал пить и наверно городах подмосковье но не считая москвы я надеюсь для вас это было интересно я просто показываю свою работу показываю чем я занимаюсь что я делаю и хочу сказать что спасибо вам за просмотр и спасибо вам за лайки и побольше бы комментарии просто тут и бы мало комментариев мне кажется короче спасибо вам спасибо мне все всем пока пошел отдыхать